Здравствуйте! В эфире новости первого карагандинского. В студии работает Динара Сартаева. Сегодня я и мои коллеги расскажем вам о самом главном. Житель Майкудука Алексей Белоненко из-за отсутствия лифта не выходит на улицу. Последний раз мужчина был на улице летом. В театре музыкальной комедии проходит третий фестиваль оперетты и мюзикла. В Караганде стартовал проект «Саттыкадам» по обеспечению стажировки молодежи. Житель Майкудука Алексей Белоненко из-за отсутствия лифта не выходит на улицу. Мужчина страдает ДЦП с самого рождения. В 10-м доме на Голубых прудах, где проживает карагандинец, замурован лифт. Последний раз мужчина был на улице летом. Подробнее в следующем сюжете. Алексей Белоненко живет на седьмом этаже. 53-летний карагандинец не может самостоятельно есть, пить. И самое главное, ему сложно ходить. Последний раз при помощи своей жены мужчина смог выйти на улицу только один раз – летом. Причина таких редких прогулок на свежем воздухе состоит в том, что в доме отсутствует лифт. Вернее, он был. Но потом, в 2000 году, его убрали. Позже, через пару лет, вообще замуровали. В 2010 году я опять в Акимат районы ходила. Там они сказали, вот мы уже письма отправим вам на свой Октябрьский район. Октябрьский район мне дали, вот письмо вот это лежит. Как лифт этот, как возможность будет, мы сделаем. По словам женщины, от постоянного нахождения в квартире мужу становится еще хуже. Без свежего воздуха здоровому человеку тяжело. А что говорить про больного? В последний раз он ходил только два раза. Вот, два раза в этом году он только ходил два раза. В апрель месяце мы ходили, когда Пасха была у него. Этот брат приехали, забрали его. И все, и летом вот только один раз. Очень, очень, очень даже тяжело. Временами даже врачи не хотят приходить. Потому-то им тоже тяжело подниматься. Гульсара Анура Альдельдаева куда только не обращалась по госпрограмме, в близлежащих домах пару лет назад лифты установили бесплатно. Однако в этом году все изменилось. КСК, куда первым делом обратила женщина, ответил, такими делами он не занимается. Ничего не проводилось. А почему? Ничего не говорили, что проводилось. Где проводилось? Ты что? В 19-м году же были же, вот 7-й год пустыли. Да, 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 да. А потом сказали, что это государственное было. До сих пор же мы идем жить. Подожди, это было государство. Вот у нас тоже государственное было. Какой государство? Сейчас модернизация. Ты что, а не... Модернизация мы не знаем, модернизация. Наши дети куда-то ушли. Кредитование, какое бесплата? Бесплата сейчас кошками я у них скажу. О чем ты речь ведешь? Ну, идите-ка. По словам жены, Алексея Белоненко и Октябрьский Акимат этим не занимаются. Последний раз, когда она туда обращалась, женщине посоветовали купить квартиру на первом этаже, чтобы ее мужу-инвалиду было проще спускаться. Женщина сидела и говорит, не надо по станциям ходить, лучше продавайте квартиру и берите на первом этаже. Спускаться еще не нужно. Из-за отсутствия лифта страдает не только Алексей Белоненко. Соседи тоже возмущены этими ежедневными пробежками по лестницам. Дядь соседа, это, представьте, сидеть безвылазно дома, без свежего воздуха, без общения, ну, без ничего, но это что за жизнь? Помогаем всем подъездам. Тяжело им. В Октябрьском Акимате пояснили, больше бесплатно лифты устанавливать не будут. С начала этого года государство перестало выдавать средства на установку лифтов. Их установят только в том случае, если все жильцы возьмут беспроцентный кредит и сами за свой счет установят себе лифт. Они могут его, значит, восстановить, значит, методом, значит, общего собрания жильцов этого подъезда с согласием не менее двух третих количества квартир или за счет собственных средств его отремонтировать и запустить, либо по программе модернизации жилищно-коммунального хозяйства. По программе модернизации, то есть они берут, государство выделяет беспроцентный кредит, вот, раскидывают на эти годы там со своей экономической расчетой. Ну, получается, в зависимости от площади, от проживания. Ясно одно, бесплатно лифт в этом доме не установят. Алексею Белоненко остается надеяться только на небольшую скидку, как инвалиду в райсобесе. Мужчина имеет пенсию в размере 24 тысяч тенге. Гульсара Нураддильдаева тоже не работает. Даже взяв беспроцентный кредит, выплачивать его пенсионеры не смогут. Амина Смакова, Габиден Курушпеков, Асхат Абедулов, Первый Карагандинский. В Театре музыкальной комедии проходит третий фестиваль опериеты и мюзикла. В этом году он собрал около 30 лучших вокалистов России, Азербайджана, Белоруссии и Казахстана. Все подробности у нашего корреспондента. Наргиз Каримова приехала к нам из Азербайджана. В прошлом году она стала лауреатом первого конкурса вокалистов «Дастар», который проходил в Караганде. Когда узнала о том, что в нашем городе будет проходить очередной фестиваль, то с радостью решила принять в нем участие. Я полюбила этот город очень сильно. Я полюбила этого зрителя, потому что благодарна зрителям. Энергетика, которая исходит из зала, она просто подпитывает тебя. Когда я услышала, что будет этот фестиваль, мне стало обязательно с удовольствием, я буду счастлива учиться и участвовать в этом фестивале. По словам директора театра музыкальной комедии Амантая Ибраева, идея возникновения звездного фестиваля призвана, чтобы укрепить имидж нашего театра и наладить связи с коллегами по работе из других стран. Зритель любит этот жанр за его жизнерадость, за его жизнеутверждающую такую силу. И если это востребовано, то он нуждается в поддержке. И мы будем строить свою дальнейшую деятельность в этом направлении. В 2013 году театру музыкальной комедии исполняется 40 лет. Уже подготовлена целая праздничная программа. Завтра в рамках фестиваля пройдет галоконцерт артистов балета «Астана-Опера». А в воскресенье состоится торжественное завершение фестиваля «Звезды опереты» и мюзикла, где можно будет услышать голоса ведущих вокалистов не только России и Казахстана, но и даже Белоруссии и Азербайджана. Николай Кровец, Алжаст Габасов, Асхат Абидулов, Первый Карагандинский. В области отмечается рост преступности и высокий уровень износа технического оборудования. Акимами городов и районов не на должном уровне ведется работа по профилактике правонарушений. Об этом говорилось на заседании областного Акимата, где был рассмотрен ход реализации региональной программы профилактики правонарушений. На заседании областного Акимата отмечалось, что финансирование органов внутренних дел ежегодно увеличивается. Реализация региональной программы профилактики правонарушений дает положительные результаты. Улучшилось состояние общественного порядка в городах и населенных пунктах области. Усилилась борьба с преступностью. Наметилась тенденция к снижению особо тяжких преступлений. Улучшилось взаимодействие граждан с правоохранительными органами. Приносит свои плоды работа участковых инспекторов. С их помощью в текущем году по области раскрыто около трех тысяч преступлений. Выявлено и пресечено свыше 130 тысяч нарушений правил дорожного движения. В то же время имеется ряд нерешенных проблем. Не проведены мероприятия по изучению общественного мнения о состоянии борьбы с преступностью. Остаются актуальными такие вопросы, как кража скота, личного автотранспорта, аварийности на дорогах. Нулевая нетерпимость, о которой мы говорили. Пропаганды ее нету на сегодняшний день. В ходе проверки было выявлено, что многими акиматами почти идентичный план с областным и профилактиком решения. То есть пункты соответствуют в один в один. Это о чем говорит? Это о том, что должным образом контроля нету. По итогам заседания было принято постановление, в котором была отдана оценка деятельности акиматов городов и районов. Сергей Высокосов, Кайрат Рашидов, Марат Култенов, Первый Карагандинский. В Карагане прошел очередной семинар, тема которого стала «Молодежь и религия». Общественники предлагали свои идеи, как оградить молодое поколение от дурного влияния экстремистского течения. Семинар проходил в оживленной обстановке. Активные общественники и религиоведы считают, что на сегодняшний день молодых людей очень легко завербовать в ту или иную экстремистскую организацию. Чтобы оградить молодежь от этого страшного течения, опытные специалисты предложили свои идеи. Уделять большое внимание молодому поколению, а именно помогать с трудоустройством, проводить информационно-профилактические мероприятия, и чтобы в каждом населенном пункте присутствовали инспектора, занимающиеся работой с молодежью. Многие молодые люди сейчас являются членами различных религиозных, так скажем, группировок экстремистского направления. Это очень серьезная проблема, поэтому в этой связи всем общественным институтам, государственным органам, гражданскому сектору, в частности, молодежным организациям нужно активизировать работу в данном направлении. Далее короткая реклама. Не переключайтесь, впереди будет все самое интересное. Редактор субтитров А.Семкин Наслаждайтесь вкусом настоящего кенийского чая «Долина Нанди». «Долина Нанди». Прекрасный выбор за вами. По многочисленным просьбам жителей города, ярмарка «Сладкие дни» в Караганде продлевается до 3 ноября. Мед Юга России, Киргизии, Башкирии, Алтая, натуральные конфитюры, восточные сладости, консультации, дегустации, постоянным клиентам скидки. Ждем вас в торговом доме Плаза. Найти светлый и красивый бутик – не проблема. Найти просторный офис для бизнеса – не вопрос. Найти большой и надежный склад – нет проблем. Все это здесь, в новом торговом доме «Тумар». Мы предлагаем мясные продукты, рыбу, овощи, фрукты, канцелярские товары, посуду, моющие средства, сувениры и многое другое. И еще у нас большая удобная парковка, домашняя кухня, где можно быстро и недорого перекусить. Торговый дом «Тумар» – это ваш талисман удачи. Мы находимся по адресу улица Молокова, 108. Добро пожаловать во французскую столовую «Биен-Веню». Сюда можно пригласить коллег для делового разговора или просто пообедать. Здесь можно устроить детские праздники или романтическое свидание. Банкеты и корпоративы до 50 человек. А главное, «Биен-Веню» – это отличный выбор для тех, кто стремится провести свою свадьбу в непринужденной обстановке в кругу близких людей. Французская столовая «Биен-Веню». Атмосфера Парижа в центре города. Проспект Нуркена, Абдирова, 9. Телефон 90-90-09. Более трех тысяч молодых учащихся со всего региона отработало в текущем году под девизом «Твой труд – твое будущее» в студенческих строительных отрядах. Накануне подвели итоги девятого сезона и наградили самых активных студентов региона. О том, кто стал лучшим бойцом молодежного отряда, узнавала Алина Акбаева. Одним из трехтысячников был Серегжан Кашибаев, студент третьего курса Государственного университета имени Букетова. В ряды Жасл-Ель пришел год назад. За это время вместе со своей командой из 15 человек они облагородили центральный парк и различные городские скверы. Для Серегжана и его бригады это не просто работа, а возможность нести свой достойный вклад в озеленение города. Ну, с целью времяпровождения изначально, просто чем заняться летом, не знал. И вот в данный момент очень рад получить такую номинацию, лучший командир отряда Жасл-Ель ССО. Вот. Цель преследовала очистить парки, чтобы было красиво, скверы. А вот звание лучшего штаба ССО по итогам текущего года получила команда политехник из Политехнического университета. В трудовом отряде вуза участвуют около 300 студентов. Как отметила представитель молодежной политики КарГТУ, что в будущем они планируют досягать лучших результатов. Студенческие строительные отряды и Жасл-Ель – это большая возможность для наших студентов, учащихся, во-первых, заработать деньги, а во-вторых, привить здоровый образ жизни, пропаганду чистоты, здоровья. То, что наша молодежь стремится к лучшему и идет вперед. Бойцы отрядов были задействованы на озеленение скверов, парков и районов области, а также санитарной очистки территорий, в том числе и Федоровского водохранилища. Уборка и очистка территорий трудовыми отрядами составила около 65 гектаров земли. Кроме того, высажено 9 тысяч деревьев, созданы агитационно-экологические отряды и проведено порядка 10 масштабных акций. Сегодня, благодаря такому работу, мы достигли больших результатов. И сегодня мы в этом году бойцами Жасл-Ель посадили 9 тысяч деревьев, вычистили 65 гектаров земли. И наши студенты работали в соц. объектах. Именно в международной авто-магистрали, в международной дорожной магистрали Жасл-Гам-Вейнил. Так что в этом направлении мы будем вести и в следующем году работу. И наши бойцы Жасл-Ель сегодня именно лучшим штабом из ССО стал город Жасл-Гам. Также 10 представителей молодежных трудовых отрядов были награждены почетными дипломами и ценными призами. Специальный гость Альбек Саликов поздравил молодежь и исполнил песню. Ваш праздник, и я думаю, что он запомнился тем, что сегодня собралось столько замечательных людей, молодых людей, это вы. Поэтому вам аплодисменты! Алина Акбаева, Карат Рашитов, Хасхат Абидуов, Первый Каргандинский. В Караганде состоялась научно-практическая конференция, где рассматривались вопросы современной хирургии. Специально для этого в наш город приехали ведущие зарубежные и отечественные специалисты, которые провели свыше 40 операций. Подробности в следующем сюжете. В конференции приняли участие выдающиеся ученые. В шахтерскую столицу они приехали из разных уголков нашей страны. Многие из них в разные годы окончили медицинский университет в Караганде. Мы бы хотели, чтобы в нашем регионе мы вышли на высокий, очень международный уровень внедрения инновационных технологий в хирургическую практику. Эта конференция приурочена к 60-летию кафедры госпитальной хирургии, нашей кафедры. Мы ее проводим как региональную, с международным участием. В течение трех дней проводились мастер-классы для слушателей. Было прооперировано свыше 40 пациентов в медицинских учреждениях нашего города по разным хирургическим направлениям. Это и общая хирургия, и детская хирургия, и гинекология, и лор-болезни. Очень большой интерес вызвало у слушателей. Было более 200 слушателей мастер-классов. На конференции была проведена выставка нового медицинского оборудования, учебных тренажеров, лекарственных препаратов от фармацевтических компаний, а также необходима литература, которая насыщена не только наглядным материалом, но и доступной информацией. Николай Кровец, Жаслан Амандыков, Асхат Абидулов. Первый Карагандинский. Одной из приоритетных задач нового политического курса состоявшегося государства, выраженного в послании народу Казахстана стратегия «Казахстан-2050», является развитие межрегиональной кооперации и интеграции. Несмотря на то, что в Карагандинской области уже заключены 16 протоколов, намерений и меморандов о долгосрочном сотрудничестве, с рядом крупных промышленных предприятий на последнем расширенном заседании правительства прозвучала критика в адрес нашего региона о том, что не все инновационные проекты, внесенные в карту индустриализации, работают. Как Карагандинская область готова выполнять задачи по межрегиональной кооперации и интеграции, узнавал наш корреспондент у заместителя Акима города Ерикбека Агатанова. На сегодняшний день Караганда внесла в карту индустриализации 29 проектов. Уже запущено 23. К 2015 году все 29 предприятий должны заработать в полную мощь. Пока подводит завод по производству сельскохозяйственных самолетов «Фермер». До сих пор не выдает обещанную продукцию. Есть объективные причины, то есть по вине российских партнеров не представлена документация. Но параллельно предприятиям прорабатываются другие проекты, реализация других проектов совместно, к примеру, со славянской компанией «Пипистрел». То есть сейчас по сборке пассажирских двух мест самолетов. Есть еще наработки для оживления деятельности завода. С новосибирской компанией ведутся переговоры о ремонте и техническом обслуживании самолетов малой авиации «Ан». Совместно с компанией «Казахстан Инженеринг» разрабатывается проект по производству беспилотных летательных аппаратов. Сегодня вопрос поддержки местных предпринимателей и промышленности стоит очень остро. Поэтому и необходимо развивать сотрудничество между регионами. Вырастает и будет еще больше расти конкуренция с иностранными компаниями. В особенности это актуально является в рамках предстоящего создания Евразийского экономического союза. То есть продолжение развития таможенного союза. Первый толчок к динамичному развитию связей между регионами уже получен. В июле состоялся республиканский форум межрегионального сотрудничества, Паладарская, Восточный Казахстан, Скалматинская, Атмолинская, Астаны и Караганинской области. Развитие процессов межрегиональной интеграции и кооперации прежде всего предполагает организацию деловых миссий по ключевым регионам Республики Казахстан и Российской Федерации. В ближайшее время состоится форум приграничного сотрудничества между Россией и Казахстаном в Екатеринбурге. То есть тоже, как отмечал глава Гусарса, необходимо развивать нам сотрудничество в первую очередь приграничными российскими регионами. На сегодня уже установлены партнерские соглашения с национальными компаниями Казмунайгаз, МАЭК, Казатомпром, Казтрансойл, Казфосфат, Актобетец, Кегок, а также с крупными системообразующими предприятиями Арселор Миттл Тимиртау, Корпорации Казахмыс, Шубаркуль Кумир. Ирина Гамышова, Сергей Высокозов, Кайрат Рашидов, Марат Култенов, Первый, Карагандинский. В Карагане стартовал проект «Сет-Токадам» по обеспечению стажировки молодежи. Он предназначен для выпускников вузов, чтобы они смогли начать свою трудовую карьеру в ведущих организациях Казахстана. Первыми откликнулись на предложение поддержать этот проект руководители карагандинского филиала акционерного общества «Казахтелеком». На пресс-конференции собрались представители партии «Нур-Отан», молодежного крыла «ЖАЗ-Отан» и руководители карагандинского филиала акционерного общества «Казахтелеком». Цель этой акции «Сет-Токадам» – это создать возможность начать карьеру, получить опыт работы, особенно в национальных компаниях, холдингах, других организациях, закрепить профессиональные знания и навыки по полученной профессии. Для Казахтелекома эта акция не в новинку. Здесь на молодежь смотрят как на продолжателей своего дела. Рано или поздно именно молодые заменят сегодняшних профессионалов. Уже год, как в организации, работает молодежное крыло «ЖАЗ-Телеком». В этой организации насчитывается около полутора тысяч человек. Здесь понимают, что готовить кадры необходимо. Поэтому оказав Телекому прочные связи с вузами караганды. По мере того уровня зданий, они проходят аттестации, и мы рекомендуем их принимаем на работу. В целом, только за прошлый год 61 работник у нас принят на работу, которые пришли стажировку до наших предприятий. Телекомовцы органично вошли в проект «Саттикадам» и поддержали его цели и задачи. Немало молодых специалистов уже работают на предприятии, пройдя здесь же месячную стажировку. После получения диплома, скажем, я буквально до обеда получил диплом, после обеда я уже вышел на работу. Потому что мне сказали, вот ты месяц отработал, мы хотим тебя взять. Хочешь работать? Предложили. Я говорю, да, конечно. То есть это большой плюс для молодежи. Участниками проекта «Саттикадам» могут стать выпускники вузов от 18 до 29 лет. Сергей Высокосов, Кайрат Рашидов, Марат Култенов, Первый Карагандинский. Спонсор показа Galaxy Group. Производитель продукции торговых марок «Алюгал», «Галвин», «Херкюль». Компания Galaxy Group вот уже 18 лет является основоположником сектора производства пластиковых и алюминиевых профилей для окон и дверей в Республике Казахстан. И мы представляем вашему вниманию эксклюзивную продукцию казахстанской фирмы «Алюгал». «Алюгал» производит алюминиевые профили широкого ассортимента и высокого качества. Любой сложности и на заказ. Балконы, двери, окна, офисные перегородки и входные группы. Алюминиевые профили «Алюгал» – это современно, долговечно и престижно. Мы можем подобрать любой цвет. Легко в сборке и проста в эксплуатации. Ведь продукция фирмы «Алюгал» адаптирована на наш климат. Алюминиевые системы – это «Алюгал». На этом наш выпуск подошел к концу. Смотрите новости 1-го Карагандинского и будьте в курсе всех событий. Я с вами прощаюсь. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова